Итак, доброго времени суток, мы продолжаем путешествие в Pathfinder, страдая в жестком режиме без смертей. Итак, сейчас мы зачистили небольшой лагерь разбойников, где один квест закрыли с кольцом, другой, похоже, провалили. В общем, мы гонялись за Тартуччу, и пока мы за ним гонялись, здесь, видимо, все поуходили отсюда, кто должен был здесь оставаться. И сейчас мы здесь немножко осмотримся и заберем отсюда все маломальски ценное... нет, поправка. Все более-менее полезное. Чешуйчатый доспех на 12, композитный длинный лог. Композитный длинный лог. Композитный длинный лог, точно такой же. Так, оружие. Мне вот интересны были топорики вот эти, искусственно сделанный топорик, урон 1.6. А я себе его не могу взять, нет? Нет. Обручальное кольцо Светланы. Мы его нашли на теле главаря местных разбойников, и его надо вернуть по квесту. Так, низший метаскипетр и жезло снежка. Возьму, наверное, снежок вместо магической стрелы, потому что драгоценные стрелы тратить очень-очень жаль. Очень-очень не надо экономить. Так, кинжал холодного железа. Так и не воспользовался я своей классовой способностью. И осмотрим, что у нас здесь есть. Свиток кислотного прикосновения и 7 монет. Эти тела я уже осмотрел. Ничего ценного на них нет. Почему этот короткий меч я могу использовать? А этот нет. Короткий меч 1.6. Ладно, неважно. Так, сундучок номер 1. Заперт. Сундучок заперт. Линси. Но что у тебя трогает? Не умею вскрывать замки? Но у меня же есть пункты в навыке плутовства. Я точно помню. Он у меня плюс 5 плутовства. Я 3 очка в него вложил. Почему я не умею вскрывать замки? Или, типа, 3 это мало. Ладно, Линси. Хаим, баф не Линси. Линси, иди открывай замок. Че, серьезно? Сложность 15. Модификатор 10, бросок 4. Единицы не хватило. Так, а здесь у нас что? Записки странствующего жейца. Рецепт сладких лепешек. Записка с приказом. Кресли, задание. Как закончишь с налогами, найди старую хижину в чаще, выше по течению, терни стойки и сожги до тла. Это желание рыгача. Прям так и сказал. Сжечь! Сначала это поручили Довану, но он очень расстроился, когда узнал, что в хижине никто не живет. Жечь дома без людей ему неинтересно. Так что я сказал, что отправлю кого-то надежного. Задание странное, но постарайся управиться поскорее. И без вопросов какого, почему, и почему мы должны заниматься ерундой и не готовиться к войне с Рестовым. Всему свое время. А. Че-то я не помню среди глава A кого-то с именем на А. Так, ладно, берем. Рецепт сладких лепешек. Так, записки странствующего жейца. Новоприбовшая тратит... За счет воскрешения нескольких... Ага, да-да-да. Информация. Так. Вообразите, в небольшой городок приезжает девушка, чье имя я не называю, дабы сохранить тайну. Немедленно покупает самую дорогую загородную виллу. Тратит немалые суммы на благотворительность. За свой счет воскрешает нескольких трагически погибших горожан. Да, воскрешение в этом мире работает. Это заклинание шестого круга. Она молода, грубовата, речи, манеры указывают на неблагородное происхождение. Секрет открылся мне, когда я был приглашен в дом загадочной девушки. Иуфалиак. Имя этой чудовищной черной драконицы широко известно в речных королевствах. То есть это была не девушка, а дракон. Столетиями она опустошала, обитала здесь, опустошала. Множество охотников на драконов пытались покончить с ней, но погибли сами. Раны оставили... А, нет. Это девушке раны нанесла драконица Иуфаляк, потому что черные драконы дышат кислотой. Этот факт я помню еще из книжек саги о копье. Черные дышат кислотой, красные огнем. Белые льдом. Так, раны были ужаснее, сильнее болела его душа. Они обнаружили логово, они могли бы собрать охотников, но предпочли промолчать ради наживы. В отсутствие хозяйки, они понемногу таили сокровища. Таить сокровища у дракона! Гениально! Однако, Иуфаляк западал за его что-то, подстегла воров, жестоко расправилась с ними. Моя пациентка притвоилась мертвой, спаслась, пока драконница пожирала тела ее друзей. В ее расположении оказалось немало золота, но к нему прилагался груз воспоминаний о разъемных городах, бесчисленных обожженных кислотой мертвецах. Не в силах вынести вины, девушка пыталась искупить ее добрыми делами. Мне удалось исцелить ее раны, она сказала мне, что потратить золото, чтобы снаетить экспедицию в логово и Уфаляк и покончить с чудовищем. Недавно до меня дошли вести, что вилла давно стоит покинутой. Возможно, хозяйка уехала в иные края, но сердце подсказывает, что ее кости лежат у логово и Уфаляк, кроватого ужаса бичалиичных королевств. Так, выводы из прочитанной книги. Чему мы научились? Мы научились тому, что с драконами лучше не связываться. Так, этот я сундучок так и не смог открыть. Да. А ты не умеешь открывать замки? А ты умеешь? Джейтал умеет открывать замки и с ума сойти. Так, отлично. Так, свиток, шоковое прикосновение, погибель. Один враг в пределах дистанции. Заяд один. Ну, это какое-то клеическое заклинание, да? Ладно. Джейтал умеет открывать замки. Замечательно. И почему я Джейтал не взял с собой, когда надо было выбирать, кого с собой брать? Так, Хаим, баф. Я взял с собой, как я знал. И, так, внимание, 18. Вещи бандитов свалены беспорядочной неопрятной кучей. Под грудой одежды нашелся тайник. Ящик с бутылками. Вино для рогача. Не вздумайте украсть. Отравить выки... Отравить выпивку? Да. Знание природы. Отравить выпивку. А, блин, это ж можно было по стелсу, наверное, сделать, да? Тайник с отравленной выпивкой. Ну, ладно, найдут... Будем считать, что мы закопали все трупы, а здесь никто не найдет ничего, да? Я не знаю, ночевать мне в этом месте как-то не хочется. Неужели можно было отравить их до того, как, собственно, в смысле, до того, как мы вступим в бой? Вот было бы здорово. Ну, было бы. Так, а здесь у нас что? Съедобный мох. Ха. Какой-то сундучок. зелья исчезновения и не несколько... о еде. Надо прочитать рецепт новый. Сладкие лепешки. Так, значит, кресль получила приказ найти хижину и сжечь. И, судя по всему, речь идет о той самой хижине и изведении, про которое мне рассказывала эта лесная фея или какая- или кто она там. Дриада? Не суть важна. Важно лишь то, что она сказала, что именно там был проведен какой-то непонятный ритуал. Или там есть нужные мне подсказки. Магических доспехов нет, только стандартные. Кстати, да, я же нашел один чешуйчатый доспех плюс один. Кому его можно надеть? И надо еще эту подлечить. Надо подлечить Америи. Так, доспех, вот, кожаный доспех плюс один, клепанный. Макс ловкость пять, десять провала, штраф за доспехи. Но если я эту линси экипирую, то теперь можно будет не мучиться с использованием на ней магического доспеха. Потому что... Маловато. Еще. Я слушаю. Так, и зелий пару бахни тогда. Есть у меня увеличение гуманоида? Нет. Есть дубовая кожа, вот, довольно хорошая штука. Уменьшение гуманоида есть. И еще одно. Блин, мало осталось зелий. Ладно, идем дальше. теперь вопрос, куда нам идти. На прошлом, в прошлом эпизоде мы смогли отследить след до лагия технолиги, но с технолигой связываться я не хочу. Тревняя гробница, временный лагий технолиги, вот она, заброшенная хижина. О, далеко. логово потрошилы это кабан этот, да. Старый платан, крысиный закоулок. Ну, надо двигаться, наверное, туда, пока есть возможность. Так, ночь, ночь, все еще ночь, полночь, можем мы остановиться. Так, стать лагием? Можно. О, не знал. Ладно. Так, тогда готовка еды. Да. Да, да, да. деда, было хорошо. Амири, вот я все-таки мне бы хотелось, чтобы видно было. О, Хаггиз. Бонус к спасброскам. Так, Так, идём теперь к этой хижине, чёртовой. Ещё два дня потеряли. Два или три? Наверное, три. Сколько там у нас дней до захвата? Сколько дней до... Да нет же, не та кнопка. Вот. Так, Тартучо. Встретиться с Тартучо в украденных землях. А, это выполнено, да. Украденная земля. Семьдесят три дня. Исследовать старый дом, интересующий рыгача. Да. Первый шаг по дороге славы. Надо, наверное, убрать... Стоп, это ещё что? Хранительница цветов. Это с ней я разговариваю. Так. Ты здесь, прошу, следуй за мной. Это, наверное, какая-то ловушка. Стоп, а может, они сожгли уже хижину? Отец, пожалуйста, я пытался найти те травы, что ты просил. Молчи, ты забыл правила. Ты говоришь, когда я разрешу. Ты делаешь, что я скажу. Ну, отец. Трижды. И что, ты его кислотой тюкнул за это, да? Ммм, пятагог года. И что это значит? Джей Тау, иди первый. Так. Лестница давно сгнила, но... Ага. По ней не забраться. Прогнившие деревянные стойки, на которых сушились травы. Так, хайзолист. Денежка. Увеличение гуманоида надо дать Анеи. Шанс попадания, конечно, оно усилит, но... Земли эти полностью пустые. Если здесь край карты, то мы... Ага. Где ты был? Я велел тебе подготовить все для ритуала. Больше ты никогда не сможешь мне приказывать. Что? Что? Давай, призывай свою силу. Я больше не твой раб. Ага, ясно. Ученик Труида... Это самое. Получил лавлап. Не твой сын. Ага. Ну, ясно. Батя Года. Я не убью тебя. Твои силы мне пригодятся. Говоришь... Делаешь, что я скажу. Говоришь, когда я разрешу освушение боль. А, ну теперь это объясняет, почему... Почему... Значит, друид не потерял свои силы. Он, типа, был подневольный. Ну, гипотеза, по крайней мере, у меня такая. Так, джи Тау. Хранительница цветов. Ага, осмотрим хижину сперва. Кольцо с топазом. Денежка. Небольшой заброшенный навес для лесозаготовок. Благословение на себя. Благословение на Линси. Благословение на Линси. Так, искусно сделанный сокрушитель Тверди. Двуручное нечто. Так, и искусно сделанный дворфийский Ургош. Экзотическое оружие. Куча экзотического оружия. Всякие истоки, тонфы и прочие хаенфы. А никто им владеть не может. Да, 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 да. Страх и боль, проникнили в эту землю и воду. Ага. Рогачи-то и есть тот самый ученик. Ха. Ага. Хочешь знать, я расскажу тебе сказку. Жила она же была юная нимфа. Её домом был волшебный лес, где всё было хорошо. Очень долго расписывали, как всё было хорошо. Нимфа любила простые вещи. В глубине её души жила мечта о чём-то большем. Она совершила какую-то глупость, наверное, да? Она хотела превратить свой лес в настоящее сказочное королевство. Столь дерзкие планы редко остаются без внимания извне. Могущественные силы решили наказать нимфу за дерзость и отправили ужасное чудовище отравить волшебный лес ядом и сдвигать певчих птиц. В конце концов, она нашла приют здесь, в украденных землях. Здесь она надеялась взрастить семена новой мечты взамен утраченной. Но появился колдовский туман, убивающий всё живое, и мультфа в отчаянии бросилась искать помощи. Это последние строки сказки, но я надеюсь, не её конец. Что делать дальше? Попробуй найти что-нибудь отятавшего здесь друида. Мы должны больше узнать о ритуале, с помощью которого был вызван туман. Возвращайся, когда что-то найдёшь. Нельзя подробнее историю рассказать. Однажды, быть может, я расскажу тебе больше. Может, я расскажу тебе больше. Но сейчас не важно. Мы должны концентрироваться на проблемах на наших дворцах. Я буду ждать. Так, рогач, друид, туман. Понятно. Значит, по всей видимости, этот самый друид, этот самый рогач, он типа, это был который ученик. И его папаша, который его мучил, он его заставил что-то там костануть в этом самом храме бога лесов. В общем, в храме друидского бога. Так, Джейтал, ты иди. Все ловушки будешь проверять ты. Ты-то не умоёшь, если что пойдёт не так. Не может умереть то, что уже мертво. Так, что тут у нас? А? Пауза? Почему пауза? Свиреп и волк. Второй уровень. Животное. Воля плюс три. Наверняка он тут не один. Какая сюрприз. Ясно. Так, каменный алтай украшен повуисчёршимся растительным орнаментом. Символ чего? Символами зелёной веры. Ну да, друиды. Друиды, друиды. Ладно. Давайте... Где валяй? Дай. 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 Так, группа и Хаим. Говори. Ха-ри. Где эти волки? Ух, тут много. Ладно, надо хижину осмотреть сперва. Я требую чайку. Ага, с этой стороны. Стоп. Назад. Ты не можешь стоять против меня. Один волк? Ну хорошо, если один. А, он внезапно нападает. Ясно. Так, стан... Стан работает только на гуманоида, да? Ладно, Линси, давай тогда дуй сюда. Надеюсь, волк здесь один. Джей Тау. Так, что у нас есть тут против волков? Да ничего. Есть пара стоек, но тратить их на... Тратить их на одного волка. Тромах. Аминь. Тромах. Ничего себе у него ловкость. Так, я могу на этого волка навесить... вот эту штуку. Нет, не могу. Ну, могу, но не сейчас. На скипетр, если я активирую. О, удобная штука этот ваш мегаскипетр. Но я все равно не дотягиваюсь, да? Да, не дотягиваюсь. Так, а другие заклинания? Нет, тоже нет. Ммм... Ладно. Хаим. Хаим, просто беги туда. Волк. Ваш ход. Сир волк. Девять урона. Ничего себе. Так... Ты удерживался. Промах. Что у нас у этого волка? Гуща боя, естественная броня Читея. 16. Да... Неплох. Волчик неплох. Ладно, тогда... Давай тогда... Валей, валей, валей. И... И... Зря потратил этот самый... Вырезка. Пригодится. Так... Джей Тау. Благословение. А что тут у нас? Ничего? Да что ж не наводится-то? Рядом с... Ага... Травы, которые обычно используются... Которые обычно используются для... Чего? Я не успел прочитать. Они давно засохли. Травы для готовки. Ага... Деревянный домик разваливающийся... Разваливающийся. Будто я ничего не вижу в этом... этом самом сундуке. А это куда дорога? Выход с локации. Да? Стоп. Вот тут есть тайничок. Да нет же. На себя. Угу. Потерянная заметка Нугры. Снова ходил в древний храм оленя сегодня. Звое место. Тоскливое место. Оно сияло когда-то, как моя душа. И так же пусто и ужасно ныне. Он шпионит за мной. Может стоит запирать его? Впрочем пусть. Что может никчемный трус? Развис кулить и прятаться. Ясно. Ты снова здесь удалось найти? Я нашел записку. В ней говорится о храме оленя. Ну, пленник тоже говорил о храме оленя. Древний храм. Храм оленяевого бога. Да, это должен быть он. Место силы, где друид создал туман. И где мы можем его развеять. Ты должен отправиться туда и очистить это место от следов зла. Будь осторожен. Ты моя единственная надежда. Мне нужно кое-что у тебя спросить. Нет, мне все ясно. Мне все ясно. Так, надо бы подлечить немножко валяй. Я линси. Я линси как мага вообще мало что-то использую. Наверное, зря. Так, кстати говоря, вот это вот интересное заклинание у нее. Это чье вообще заклинание? По-моему, у меня оно такое тоже есть. Так, волшебная стрела, магический доспех. Возьму еще... Да нет, не надо, наверное. Возьму зелье исчезновения. Оно должно давать чего-то там. Бонус. Да, невидимости. Ну так что, идем тогда. Ясно, ясно, лихо закрученный сюжет. Я думал, этот рогач это какой-то просто злодей. Какой-то полуабстрактный. Вот, храм оленя. Он тут совсем недалеко. Идем вдоль речки. Главное, уставшими туда не пойти. Что нас ждет в этом храме? Лагии Технолигии. Ладно, в бой. Нам Экспо нужна. И у нас все как раз готовы. Все в порядке план. Кто будет уничтожить? Не важно. Один гоблин. Единственный. Амирии. Десять урона. Так, чему у нас уязвимы гоблины? Хаизма мало. Мудрость неплохая. Очень высокая ловкость. Неплохая инициатива. И небольшой размер. Так, у них тут доспех. Размер. Защита довольно слабая. Четырнадцать. Ладно. Хаим. Кинь-ка мне баф на... На кого? На Джей Тао. Джей Тао. Не достанешь, да? Так. И так не достанешь. Ладно. А если... Промах. Ладно. Вход гоблина. Еще один гоблин. Ага. Так. А ступор на него действует? Он ведь гуманоид. Действует. Так. Хорошо. Валяи. Линси. Амии. Амии. Хаим. Богословение на меня. Джей Тао. Наверное, стой тут. Гоблин. Спит. Я. Электричеством. Мне нравятся электрические укринания. Промах. Так. Это все? Что у них было с собой? Короткий меч 1.6. Короткий лук. Кожаный доспех. Ничего серьезного. Ничего интересного. Кинжал. Такс. Ага. Просто два гоблина, и все? А что они вообще решили на нас напасть, так-то? У нас же, ну, в смысле отряды с шести человек. Что гоблинам на них нападать на отряды с шести человек? Двум гоблинам с разных сторон. Ладно, идем дальше. Так, ну надо, наверное, идти в храм. Если хижину приказали сжечь, они, наверное, и не ждут, что мы пойдем в храм. Но что нас ждет в самом храме, неизвестно. Идти сейчас или отдохнуть? Усталость. У нас истощение есть. Ладно, отдыхаем. Так, а блюдо можно как-то переключить? А, вот. Так, сладкие лепешки. Сложность 15. Хрустящий. Сложность 14. Хрустящий. А сладкие лепешки какой баф дают? Так, сладкие лепешки. Плюс 5 к скорости передвижения? Ну, это неплохо. А че? А, она уже устала. Из-за этого скрытность, бонус скрытности понижен. Песнь мастерства. Ладно, отдыхаем. Приготовьтесь к бою. Да? На лагерь напали. Кто же это окажется? Ага. Так, что тут у нас? Разбойник. Разбойник. Разбойник Громила. В смысле, не Берсерк, а этот. Который. Так, какой радиус у этой штуки? Отповедь. Отповедь. Так, а что отповедь дает? Минус 1 на попадание и спас броски от ужаса. Ясно. Минус 1 на попадание, это хорошо. Амии. А ярость ты включить не можешь, нет? А почему? А, усталость. Блин. Блинский блин. Ладно, просто идем в бой. Так, мой ход. У меня кое-что в запасе тут для вас есть. Вот только я вот двоих, наверное, только накрою. А я хотел бы еще вот этого зацепить. Ну да ладно, мы все равно сейчас отдыхать будем. Ну, один свалился уже хорошо. Хаим. Вот так. Вот так. Винси. Помах. Валей. Давай просто станешь здесь, чтобы бонус получить. И защиту. Так, теперь берсерк с двуручником под яростью. Промах. Лежит. Этот попал на... Попал мощно, попал. Так. Блин, забыл. Забыл, что надо оружие переключить. Стойку, приговор. Так. Плюс один броском на попадание. И подойди поближе. Амири. Помах. Мой ход. Ну а теперь-то я сном обоих накрою. Хе-хе-хе-хе. Тоже неплохо. Хаим. А в принципе, че мелочиться? Двадцать один. О. Очуметь. Так, стоп. Заяй, наверное, так все расходуют. Вдруг у нас еще... Ночью на нас еще нападут раз. Так, Валяи. Добей лежачего. Есть такая билка. Обожаю ее. Не-а-а-а-а! Че-а-а-а! И че, не помер? Кейт на четырнадцать и не помер. Ну ладно, тем хуже для него. Роман. Так, Джей Тау. Так, Амири. Восемь. Мой ход. Ступор на него я могу навесить? Могу. Все-таки против людей мой персонаж довольно хорошо работает. Так, благосвоение на Ли... А, нет, зачем? Ну, у нас и так бафы есть. Все нужные. Так, Линси. Не промахнись. Промахнулась, конечно же. Валяи. Не помер еще? Сколько у него вообще хп? Ладно, неважно. Так, Джей Тау. Отлично. Амири, подойди поближе к этому товарищу. Просто подойди. Так, я тоже просто подойду. Хаим, кинь благосвоение на меня. Линси. Ты пропускаешь ход. Валяй, подойди. Так, Джей Тау. Тоже просто подойди. Зачем это нужно? Затем, чтобы когда он начал вставать, чтобы мы все дружно по нему заедили атакой по возможности. Ага, не понадобилось. Отлично. Ну что, спасибо, господа. У нас тут есть что-нибудь интересное. Тяжелый щит, длинный меч, чешуйчатый доспех, дубленный доспех, пара кинжалов, мусор, короче, сплошной. Зато есть двуручный меч. Так, Линси, подлечи Валяй ему. На все подлечи, что называется. Так, ну все, возвращаемся к отдыху. Так, начать отдых. Только не говорите, что ночью на нас снова. Напали, нет. Отлично. Так, сколько у нас там до конца? 70 дней. Уже 10 дней прошло. 20 дней, наверное, с начала истории. Глобальная карта, как включается. Отправляемся на этот самый. Сперва надо с храмом разобраться, а потом уже с рогачом. Так, вот храм. Храм оленя. И на этом, пожалуй, я и сейчас закончу. До следующей серии и благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.